Здравствуйте, дорогие розоводы! Три объекта у меня готовы. Пошел четвертый объект. Это круглая клумба. Она, правда, у меня убрана. Мне помощница помогала дергать травку. Но травку она дергала вместе с тканью. Поэтому сейчас буду всю эту ткань прятать обратно. И обрезать розу. Попутно вот эта рабаточка еще у меня будет обработана. Там у меня колеусы и пеларгония сидит. Так что расслабляться некогда. Продолжаем наводить порядок на участке. Будет очень красиво. Аккуратно. Вот поливаю уже сразу же. Насос плохо качает или не знаю что. Вот очень плохо идет вода. Ну, хоть как-то идет. На следующий год обязательно надо делать капельный полив. Обязательно! Начинаем работать. Вот так выглядит генеральная уборка. Приходится откидывать камни. потому что ткань вот вся содрана. Все надо сейчас аккуратненько сдвигать сюда вперед. И тогда только подсыпать камни. Долго мне затянется. Травы нет, но вот это вот мне латание не очень приятно. Второй день. Вечер. Я продолжаю работать на этой круглой клумбе. Что я хочу показать? Как я обрезала колеус. Смотрите, с левой стороны он не обрезанный. Видите, шар такой большой получается. А с правой стороны я хоть чуть-чуть его обрезала. Значит, как я его обрезала? По какому принципу? То, что ближе к земле, я обрезала покороче. То, что повыше, я обрезала подлиннее. Получается шарик. Посмотрите, какая прелесть. С правой стороны не обрезанный. То есть обрезанный. С левой стороны не обрезанный. Мне, в принципе, тут колеус это не основной цветок на этой клумбе. Основной цветок это роза. А колеус так, как компаньон. Поэтому мне не надо, чтобы он лидировал. Я его подкорачиваю. Эта часть обрезанная, эта часть не обрезанная. Все, уже завершающая стадия у меня. Тут более-менее я уже порядки навела. Все пообрезала. Кстати, сразу же тогда и покажу. Вот у этой арабаточки. Я повыдергивала траву. Вот она валяется у меня, сушится. И потом я покажу, что я делаю с этой травой. С колеусом все понятно, да? Чтобы был шарик. Там, в принципе, три растения всего-навсего. Посаженные в 5 сантиметров друг от друга. И посмотрите, какой он красавчик получился. Ну, как же не похвалиться, какую гортензию мне подарил зять. Посмотрите. Вот такая красотка. Бледно-бледно-розового цвета. Когда это уже неделю она стоит, уже вторая неделя, и вот распускаются новые цветочки. Розовая, серединка, зелененькая. Очень красивая гортензия. Я читала, что, в принципе, можно их и в сад высаживать. Но пока она у меня пару лет посидит в горшке. Боюсь я ее высаживать. Вот когда я ее черенкую, вот тогда можно будет уже высаживать в сад. Вот такая красавица. Очень красивая. Цвет просто изумительный. Ура! Я победила эту клумбу. Четвертый объект готов. Плюс рабаточка вот эта. Ну, она, конечно, не накрыта. Ее тоже бы накрыть. Но это все в очереди стоит. Ну, посмотрим на клумбу, на красотку. Заплатки сделала. Дырки позакрывала. Все-все-все убрала. Колюсы подрезала. Красиво. Так, ветерочек дует. Давайте полюбуемся розочками. Френдли. Красавица. Вот лучше бы я купила френдли, чем импульс. Она не выгорает на солнце, а импульс стоит какой-то белесый. Не нравятся мне такие розы. Сдуру четыре штуки схватила, рассадила. Теперь хоть выкорчевывай, да выкидывай. Френдли. Вот эта розоватая. Лампион. Аллилуйя. Дежавю. Дальше циркус. И лолита красотка. Тоже подросла хорошо. Вот так они сейчас и выглядят. Ну, отчиталась за эту кумбочку. Сейчас покажу, куда дальше переходим. Вокруг все убрала. Траву все подрезала. Подмела. Все это сделала. Переходим теперь. Входная зона у нас. Вот я уже сделала первый пунктик. Будем делать теперь вход в дом. Во двор. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok